Последнее время много кто интересуется игровыми ПК и сборками. Я не исключение. И изучая вопрос, наткнулся на канал iGames, где ребята совершенно бесплатно обучают, как собрать комп самому. Что лучше, ПК или ноут? Какие ошибки при сборке лучше не допускать? И даже сняли ролик про компьютерные клубы в 2019. Всех подписчиков они готовы бесплатно обучить тому, что нужно делать, чтобы собрать свой собственный крутой комп. Кроме того, скоро будет розыгрыш игровых призов, поэтому заглядывайте на канал, подписывайтесь и прямо сейчас начинайте свое обучение. Ссылка в описании. Примерно на третьем месте в недавнем опросе о самом интересном сюжете для возможного продолжения Ведьмака расположилась история о том, как Геральт не в силах убить всех всадников и освободить Йеннифер, которую до этого похитили с острова Яблонь в событиях между книжной сагой и игровой серией, предложил Эридину, королю Дикой Охоты, поменять себя на возлюбленную, добровольно став частью Дикого Гона. По крайней мере, так нам рассказал Лето, в конце Второго Ведьмака. Я никогда раньше не задумывался над этим моментом достаточно серьезно, просто всегда принимая тот факт, что Белый Волк когда-то был частью Красных Всадников. Но если задуматься, то вся эта история звучит весьма странно. Зачем Дикой Охоте, элитному отряду эльфов Айен Эйли, умеющих проходить сквозь пространство мироздания, среди своих воинов обычный человек, пускай и сильнейший мечник-мутант? Пытаясь найти ответ на этот вопрос, я понял главное. О всадниках Дикой Охоты, ну очень много разной информации, которая зачастую не укладывается в единую картину, не соответствует ожиданиям и даже хоть каким-то базовым логическим причинно-следственным связям. По крайней мере, на первый взгляд. Привет, странники! Мое имя Войсаребус, это просто канал об играх, а видео подготовлено. При поддержке спонсоров на ютубе и сабов на твиче. Спасибо вам за поддержку, ребята. А начнем мы, пожалуй, с того, о чем знаем лучше всего. Дикая Охота, это феномен не только фэнтезийного мира Ведьмака, но и нашего с вами реального. Как минимум, согласно древней мифологии. Понятие Дикой Охоты, как некая группа призрачных всадников, встречается во многих культурах, но чаще всего в скандинавской, северогерманской и британской. Скандинавы считали, что Гон возглавляет сам верховный бог Один, со своей свитой собирая души людей. Для немцев Охоту возглавляла богиня материнства и домашнего очага, преследуя порочных и ленивых. Но интереснее всего для нас именно британская версия, где главой Дикой Охоты является никто иной, как король или королева эльфов, которые со своей свитой из призрачных всадников и сворой собак похищают детей и молодых людей, дабы впоследствии они служили им рабами. Теперь-то понятно, откуда Анжей черпал свое изначальное вдохновение. Например, Эридин, который на момент начала саги уже именовался Королем Дикой Охоты, после смерти правителя номинально становится Королем и всех остальных эльфов Айн-Эли, что соответствует мифологии. Да и в книгах упоминалось не раз, что после разделения и прибытия в Новый Мир эльфы Ольх поработили местное население, но с течением времени количество рабов уменьшилось, и в обязанности Дикой Охоты входило похищение людей из Неверленда ради пополнения количества невольных работников. Так что тут тоже все сходится. И хотя меня всегда смущал сам факт того, что элитный отряд высших, истинных, невероятно талантливых и чистокровных эльфов занимается тем, что просто кроет людей, понимание, что все это тянется из первоисточника, дает некое объяснение. Так что, по сути, на текущий момент именно такой является настоящая Дикая Охота, просто стайкой матерых вояк, владеющих пространственной магией, которые охотятся за рабами. Но тогда почему Красные Всадники нагоняют столько страха и ужаса на людей по всему Неверленду, тогда как обычные эльфы, наоборот, подвергаются гонениям? Ответ крайне прост. Все дело в подаче. В глазах простолюдинам всадники не выглядят привычными эльфийскими охотниками за рабами. Для обычного кмета Дикая Охота – это орда призраков и мертвецов с цепями, жуткими ранами и обнаженными костями на лошадях-скелетах, летящих высоко в небе. Мы-то знаем, что это всего лишь их магическая проекция, которую, кстати, в Ведьмак 3 не показали. Для крестьянина же это жуткое видение, которое повергает в ужас и заставляет молиться Милители в надежде защитить хотя бы душу. И даже если так случится, что простой человек увидит их истинную форму, то он узреет лишь черные, как смоль доспехи, стилизованные под кости, шлема черепа и красные под доспешные одежды. Добавьте к этому реальные факты похищения людей, и мы получим образ, которого стоит бояться. Эльфы играют с фантазией и воображением, с необъяснимым и загадочным, а потому неудивительно, что люди помимо увиденного стали многое додумывать. Например, что дикая охота несет предзнаменование несчастья и смерти, что якобы существуют те, кто смог сбежать из их мира и по возвращении увидеть лишь могилы своих детей. А также, что активнее всего, дикая охота приходит за новой жатвой зимой или перед войной. Понятное дело, что все это выдумки. Несчастье для кметов несет и простая комета. Похищают и возвращают людей даже в нашем реальном мире, например, инопланетяне. А война и зима сами по себе несут большие человеческие потери, часть из которых просто условно списывают на похищение дикой охотой. И я тут подумал, а дикая охота это реально очень удобно. Пропал какой-нибудь человек, приходишь в милицию, а они... Значит, его дикая охота унесла, ничего поделать не можем. Ушел батя за сигаретами из дома и не вернулся. Мать всегда может сказать, что его дикая охота украла. Так ведь еще и они могли бы решить проблему незаконной миграции, забирая к себе всех гастарбайтеров на работу. И никакой проекции строить не нужно. Просто на любой рынок заглянуть и все. Кроме того, вызывает вопрос и смысл создания такого образа. Ведь если цель просто похитить пару детей, проще это делать незаметно. К чему эти театральные и вселяющие ужас зарисовки для кметов? Старшие народы, вроде краснолюдов или местных эльфов, прекрасно знают, кто такая дикая охота от своих прадедов, а то и лично. Так же, как и, скорее всего, людские чародеи от своих эльфских наставников. Как и ведьмаки, по крайней мере, из школы змеи, которые даже собирали информацию про гон, явно готовясь к возможному сражению. Получается, что это представление ради простых людей. Возможно, конечно, эльфам просто нравится, когда их боятся. Это многое бы объяснило. Но, скорее всего, тут дело немного в ином. Как мне кажется, дикая охота – это всё же нечто большее, нежели просто похитители крестьян. Их истинная цель заложена в их названии. Они – охотники. Охотники, которые выслеживают особых людей. Во времена, когда сопряжение сфер было ещё активно, эльфы разделились и часть отправилась в новые земли. Что стало причиной разделения, неизвестно. На новой земле эльфы Айн Эйли поработили местных жителей и долгие годы жили в своё удовольствие, пока их мир не подвергся нападению Белого Хлада. Что такое Белый Хлад, как он выбирает и поглощает миры, мы тоже с вами не знаем. Столкнувшись с проблемой, эльфы нашли возможность магическим образом сдерживать его распространение, но лишь временно. А значит, единственным путём для спасения являлся уход из этого мира в новый. Но для этого нужно либо новое сопряжение сфер, когда двери между мирами приоткрыты, либо особый и невероятно могущественный чародей, который смог бы своей силой открыть большой и стабильный портал для перемещения в иной мир целой нации. Работать над выведением такого особого мага эльфы обоих миров начали сразу после окончания сопряжения. Своих генетических экспериментов они культивировали особый генетический материал – старшую кровь. Некий ген, который давал его обладателю способность управлять пространством, венцом экспериментов стала Лара Доран, чей потомок должен был стать тем самым избранным. Но Лара вместо правильного эльфийского носителя гена свои возлюбленные выбрала обычного человека-чародея. Этот союз не понравился обоим расам, а потому человека кто-то убил, а Лару изгнали и подвергли гонениям. В итоге она умерла в одиночестве, успев, правда, перед этим скрытно оставить ребёнка. В этот момент Белый Хлад ещё не грозил уничтожением миру Айн-Эйли, а потому эльфы особо и не парились, просто продолжая свои эксперименты, в итоге посеяв множество ростков гена по всему Неверленду. Когда же Белый Хлад стал угрозой, эльфы Ольх организовали особый отряд охотников, состоящий из простых воинов и чародеев, способных создавать пространственные порталы между мирами. Их единственной целью стал поиск особых людей, отмеченных геном старшей крови. И это объясняет всё. Гон похищал достаточно мало людей для обычных рабов, что меня смущало, ибо искал и забирал лишь избранных. Потенциал же старшей крови раскрывается в экстремальных ситуациях. У Паветы, когда попытались убить Дани, у Цири, например, после смерти Весемира, у Альвина, когда ему грозила опасность. Кстати, в конце первого Ведьмака, кто не помнит, Эридин просила дать нам Альвина в образе Якова, что лишь подтверждает мои слова. Для создания экстремальной ситуации, дикая охота и организовала своё маленькое представление с духом. и скелетами, дабы искать магический отклик геном. Зимой и перед войной в целом нарастает напряжение безысходности, что потенциально стимулирует проявление силы, а значит и активность гона. Что делают с похищенными людьми, мне точно неизвестно. Скорее всего, в мире Ольх их более тщательно изучают, возможно, проводят эксперименты, скрещивают со знающими, или просто используют как топливо для перемещения дикой охоты. Возможно, кого-то в итоге могут отпускать или оставлять в рабах, но это уже не важно. В итоге, охота находит Цири, и всеми силами пытаются её захватить. Сначала условно-дружелюбно, предлагая родить ребёнка от короля Ольх, слишком старого и слишком импотента даже для эльфов. А после побега и смерти короля, пытается отыскать, чтобы просто использовать всю её силу для открытия портала, даже ценой жизни. Именно для этого гон и похитил Йен, дабы в попытке спасти её, Цири попала в ловушку. Но так как спасать чародейку отправился лишь Геральт, Эридин решил поменять заключённого, в надежде, что Белый Волк для Цири куда важнее. И оказался прав. Она спасла его, ценой собственной безопасности. Цири использовала силу перемещения в пространстве, оставив след, по которому и началась охота. Стоит ли бояться дикой охоту? Нет. Страх, в который они погрузили простолюдинов, иллюзорен и играет на незнании. Фактически же, дикая охота особый и очень сильный спецотряд эльфов народа Ольх, специально обученных и даже выведенных, но не более. Ничего экстраординарного в них на самом деле нет. А Эридин, так и вовсе простой военачальник, даже не владеющий магией по книгам. Так что концовка со слитой битвой, на самом деле, не такая уж и слитая. Я бы, правда, сначала организовал схватку с иллюзией, дабы наглядно показать, насколько дикая охота страшна и непобедима, якобы. А потом, уже обычный бой с Эридином, играя на контрасте. Но да ладно. И я не говорю, что дикая охота слабаки. Нет. Для обычного человека, воина и даже армии людей, дикая охота это всё равно невероятная сила. Но для избранных Цири, и тем более Геральта, особенно поодиночке, нет. И второй вопрос. Был ли Геральт частью Дикого Гона? Мне кажется, что нет. Он точно был с ними пленником или приманкой для Цири. Но ни одной причины заморачиваться с тем, чтобы делать из Ведьмака всадника, нет. Кроме того, если Геральт вернул память, почему он ничего не рассказывал и даже не намекал о тех событиях? Или почему при встрече с Дикой Охотой никто про это не говорил? Единственная причина, по которой Геральта могли сделать всадником, это если бы он обладал хотя бы зачатками гена старшей крови, например, от своей матери. Тогда его могли бы потенциально хотя бы использовать. В остальном, обычные всадники в Дикой Охоте скорее запасной план, и в реальных сражениях они практически никогда не участвовали. Максимум вырезали пару-другую кметов, в основном прикрываясь иллюзией. А значит, и сила Белого Волка им как таковая не нужна. Сам придумал сюжет о том, что Геральт часть Дикой Охоты, сам же его и раскритиковал. Молодец, Войс. Так и нужно делать. Кстати, вот вам одна затравочка на подумать. Помните гонщик Дикой Охоты? А точнее сказать, морозных гонщих, которые весьма комфортно чувствуют себя в поглощенном Белом Хладе мире. А Карантира, ученика Авалакха, который своей морозной магией умел просто намертво замораживать людей. Его сила идет из некой ледяной пустоты, которая отделяет один мир от другого. Туманно и непонятно. Но что если эта ледяная пустота не что иное, как Белый Хлад? Что если свою силу он тянет именно от него? Просто затравка для спекуляций. Не более. Хотя если это правда, то тот самый снежный мир Белого Хлада, в который попало Цири через портал, вполне мог бы быть создан Авалакхом, как учителем Карантира. Еще раз спасибо за поддержку канала и меня как его автора спонсорской подпиской, а также за лайк, комментарий и подписку на канал. Также у нас есть свой дискорд сервер, уютная группа в ВК и тематический чат в Телеграме. Ссылочки в описании. Ну а я не прощаюсь. Хорошего настроения. И еще обязательно увидимся.